МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модный приговор. Американцы массово бойкотируют вещи под брендом Иванка Трамп. Украинского писателя Сергея Жадана задержали в Минске. Случилось это сегодня ночью. Все подробности инцидента рассказал сам писатель на своей странице в Фейсбуке. Ночью в его гостиничный номер прибыл милицейский патруль, ничего не объясняя, доставил Жадана в отделение. Сначала проверили его по базе, но ничего не нашли. Затем позвонили в КГБ. Там посоветовали ехать в другое отделение, где Жадану и объяснили, что еще с 2015 года ему запрещен въезд на территорию России, как подозреваемому в причастности к террористической деятельности. Запрет распространяется и на Беларусь, поскольку страна находится с Россией в одной визовой зоне. Ночевать Жадану пришлось в камере. Утром его выпустили, но поставили штамп по запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. По словам жены писателя, в Украину он вернется завтра. На задержание Сергея Жадана отреагировали в Украинском министерстве иностранных дел. Глава ведомства Павел Климкин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой. Подробности беседы не разглашают, но на сайте МИДа появилась информация, что в Киеве не удовлетворены объяснениям с белорусской стороны. И, как сообщили, вызвали на ковер посла Беларуси. Закрошено посла Беларуси в Украине, которому было выяснено глубокое занепокоение в связи с ситуацией, которая была местом Сергеем Жаданом в Беларуси. Также было обратно внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей относительно граждан Украины. И также зауважено, что те разъяснения белорусской стороны, которые отриманы, в стране на сегодня они не удовлетворяют украинскую сторону. Инцидент с украинским писателем прокомментировала и первый вице-спикер Ирина Герасченко. Она возмущена тем, что Минск не сообщил Киеву о задержании Сергея Жадана. По ее мнению, таким образом российские спецслужбы готовят негативный фонд для дальнейших отношений между странами. Есть такие подозрения, что а где берет информацию компетентные органы Беларуси о том, где живут граждане Украины. Выходит, что сразу после регистрации в готелях граждане Украины про эту информацию о готеле передают компетентные органы Беларуси. Так же очевидно, что эти списки санкционные, это списки ФСБ, которая формует их. И сейчас ФСБ таким образом не только решает госукраинцев пускать, не только в Россию, а и в Беларусь. Но таким образом, гонебным, ФСБ формует фонд для прогрешения взаимных двусторонних. Этого не можно допускать. И это должна понять беларуська сторона. А союз писателей Беларуси призвал власти страны отменить запрет на въезд Сергея Ожидану. В заявлении на сайте организации говорится, задержание и депортация их украинского коллеги свидетельствует о несамостоятельности беларусских властей в принятии решений. Такие действия наносят вред имиджу государства и ставят под сомнение роль Беларуси как нейтральной площадки для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. И вот буквально только что стало известно, что власти Беларуси отменили запрет на въезд Сергея Ожидану. Об этом он сам рассказал в комментарии беларусской редакции Радио Свобода. По словам писателя, это стало возможно благодаря вмешательству украинских дипломатов и Ирины Герасченко. А в своем интервью с журналистом он подробно рассказал о событиях минувшей ночи. Это была вторая ночь, я уже давно спал, когда услышал такие неполаговые стуки, а потом звук замка, который открывается. Это довольно экзотично было, конечно, увидеть работу беларусской милиции всередине, все эти звенувачения в терроризме, все эти спробы найти подкрепление этим звенувачениям. На мое прохание позвонить в украинское посольство, мне отменили. На мои аргументы про то, что я письменник, который приехал на Международный литературный фестиваль, тоже никто не обратил внимание. На самом деле они не могли понять, почему... Ну, они психично нормальные люди, они же смотрели и понимали, что я меньше похожий на террориста. Но они не понимали, почему. Вот в российской базе я записан как поборник терроризма. В Луганской области группа украинских военных не вернулась с задания. Неизвестно, где именно это произошло, сколько бойцов и из какого они подразделения. В штабе АТО отказываются сообщить более подробную информацию, поскольку это может помешать поискам. Что касается мариупольского направления, то здесь грохочущее перемирие. Вопреки режиму тишины, боевики обстреливают позиции наших военных, а иногда гражданские объекты. Новости из сектора М в нашем следующем материале. Я не могу отметить ни одного дня, который бы со стороны противника не ввелся обстрел. Будь то стрелецкое оружие, средства ближнего боя, гранатометы, артиллерийские системы. Постально ведется со стороны противника в какой-то огонь. Эти воронки от разорвавшихся снарядов под самым Мариуполем подтверждают слова украинского бойца. Уже вторые сутки в секторе должен действовать режим тишины. Но противник нарушает договоренности. Рассказывают военные. Причем используют и грады, и танки. Очень мощно использовались реактивные системы залпового огня. Град, последний пример от вчера, когда позиции украинских войск поблизости национального пункта Красногоревка двое обстреливали СРЗЗВ. В целом разорвалося 28 реактивных снарядов. В том числе с использованием танков были также 26 снарядов разорвались. Эскалацию конфликта подтверждают и наблюдатели ОБСЕ. Причем по их данным увеличилось не только количество обстрелов, но и калибры вооружения. На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня увеличилось почти в три раза. Обстрелов из запрещенного минскими договоренностями оружия, минометов, танков и артиллерии стало в шесть раз больше. Более 40% обстрелов приходится на реактивные системы залпового огня. Массированные обстрелы часто корректируются беспилотниками. Впрочем, на днях боевики потеряли одну из своих птиц. Вот этот солдат выпустил в дрон полную обойму. Выпустили полный рожок через патроню. Попаданий всего четыре. Проводил разведку местности с особенным складом. Причем было замечено, что пролетает низко беспилотный летающий аппарат. Летел на высоте близко 150 метров. После того, как я подстрелил, он начал падать, открылся парашют. Он приземлился и мы забрали его. После огляда передали соответственные органы. Ну а пока на передовой война, в нескольких километрах от нее у спасателей и энергетиков своя битва. Раз за разом приходится восстанавливать поврежденные снарядами сети и коммуникации. В результате последнего обстрела обесточены в пригородах Мариуполя сразу несколько поселков. Все оперативно отремонтировали. Главное, что никто не погиб. Все живы и здоровы. Материальный ущерб будем подсчитывать уже позже, когда все восстанавливаем. Местные жители надеются, что больше обстрелов не будет. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. И Киев, и Москва готовы к новой встрече в нормандском формате. Переговоры должны состояться на следующей неделе в Германии, но точная дата пока неизвестна. Варианта два. Либо на полях саммита Большой двадцатки в Бонне, либо в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Консультации пройдут на уровне министров иностранных дел, тема встречи, эскалация конфликта на Донбассе и выполнение минских договоренностей. Для украинских ВВС разработали ракеты нового поколения. Об этом сообщил у себя в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко. Снаряды 80-мм калибра предназначены для поражения наземных целей. В одном блоке 20 ракет. Особенность разработки в том, что для выпуска полного заряда необходимо всего полсекунды. Новые ракеты уже испытали во время маневров. Из-за учений украинских военных Ферсонской области Россия приведет в повышенную боеготовность систему противовоздушной обороны. Об этом заявили в Москве и предупредили Киев о возможных последствиях, если ракеты попадут на территорию аннексированного Крыма. Я напомню, Минобороны Украины объявила о готовящихся учениях вблизи захваченного полуострова. В маневрах задействуют и ракетно-зенитные комплексы БУК. 47 украинцев задержаны в Москве по подозрению в причастности к наркоторговле. Откуда эти люди и как в Киеве прокомментировали ситуацию? Все подробности в сюжете. Эту оперативную съемку распространила российская МВД. На кадрах обезвреженный якобы международный наркокартель. У организации, как оказалось, имеется даже название «Химпром», а ее годовой оборот 2 миллиарда рублей. Задержаны 67 человек, 47 из которых, как утверждают следователи, граждане Украины. Вербовочные пункты располагались в Киеве. Информацию о количестве изъятых наркотиков, а также название веществ, ведомство озвучивать почему-то не стало. Зато на кадрах, опубликованных российской полицией, есть фрагменты допроса мужчин с замыленными лицами. Прописка. Город Запорожье. Что делаете здесь на месте задержания? Виновен в том, что изготавливал продукт наркотического свойства. В официальном сообщении говорится, будто бы наркокартель развел бурную деятельность на территории России и даже обзавелся целой сетью в Московской области и на Урале. В МВД Украины утверждают, задержанные люди – жертвы современных работорговцев. А в МИДе сообщили, что посольство Украины в Москве уже направило официальный запрос в следственный департамент МВД России. Дипломатов интересует, какие именно преступления инкриминируют задержанным. Есть представители считают, что существуют стильные схемы за увезнение граждан Украины до Российской Федерации за посредством структур, которые ведут себя за агенцией с подбором персонала для работы в России. С этой целью они размещают соответствующие оголошения на улицах, у метро, отрукованных дни. Где сейчас находятся все эти люди – неизвестно. Расследованием дела занимается главка российского МВД в Москве. Светлана Чернецкая, подробности, телеканал «Интер». Умер генерал-полковник Геннадий Воробьев, 55-летний ректор Национального университета обороны Украины, скончался сегодня на рабочем месте. У него остановилось сердце. Свои соболезнования в связи со смертью Воробьева выразил и президент Петр Порошенко. Он написал, что именно Воробьев отказался отправлять военных для разгона Евромайдана, а также принимал участие в разработке многих военных операций. В Одессе неизвестные жестоко избили депутата-оппозиционера, главу Раздельнянского райсовета Феликса Сигала. Сам он связывает произошедшее со своей политической деятельностью, но в полиции иного мнения. Все детали в репортаже наших корреспондентов. Избитого политика вчера около 9 вечера скорая доставила в реанимацию областной больницы. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Феликс Сигал руководит Раздельнянским райсоветом в Одесской области и возглавляет районную организацию оппозиционного блока. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и переломы ребер с левой стороны. Нападение произошло здесь, на окраине Одессы. Феликс Сигал возвращался домой, припарковал машину на стоянке, вышел из салона. Получил сильный удар по голове. Я так понял, что нападавших несколько, скорее всего, был какой-то слезоточивый глаз, потому что я просто перестал все видеть. Они добивали меня на полу. Оппозиционер уверен, нападение носит заказной характер и связано с его политической деятельностью. Дескать, глава райсовета от АПО-блока, как кость в горле для оппонентов. Но в полиции открыли производство по статье «Разбойное нападение», мотивируя тем, что нападавшие забрали у Феликса Сигала сумку с деньгами и документами. Злоумышленники скрылись на иномарке. Установлен автомобиль, на котором скрылись, установлено, кому этот автомобиль принадлежит. То есть сейчас идет активное расследование этого преступления. Поддержать Феликса Сигала в больницу сегодня приехали его друзья-однопартийцы. Так же, как и он, считают, причина нападения – борьба за сферы влияния в районе. Называется, кто кого слушается, кто кого не слушается. И если у районного совета есть отличное мнение от депутатов вышестоящих уровней, к сожалению, оно решается вот такими вот бандитскими методами. А некоторые депутаты Раздельнянского райсовета и вовсе уверены, таким образом началась борьба за избирателей. Нападавшие, дескать, посылают сигнал. В частности, представителям сельсоветов. На примере, ужасном примере беззаконного сигала, представителя районного совета, решили показать тех, кто не с нами, вот на очереди вы будете следующие. Тем временем в АПО-блоке напоминают – это уже не первое нападение на представителей их партии. Несколько месяцев назад в Одессе был избит депутат горсвета Алексей Еремийца, а депутату Богдану Гиганову сожгли автомобиль. Оба случая не расследованы до сих пор. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер Одесская область. Очередная история с запертыми в квартире малышами, которые едва не умерли от голода. В Черкассах трое детишек, двух, трех и шести лет, двое суток просидели сами без еды. Сахар и вода – это все, что они смогли найти в доме. Все подробности у Станислава Кухарчука. Это видео с нагрудных камер полицейских, считанные секунды до освобождения детей. Его трое малышей, запертые в квартире, ждали двое суток. Маленьких узников случайно обнаружили работники водоканала, когда обходили должников. Внутри квартира больше напоминает притон. Состояние детей ужасает. Самую маленькую, двухлетнюю Кристину осматривают медики скорой помощи. Она бледа, животик впавший. Говорит про то, что дитина не ела сутки-двое. Старшая Даша не выпускает из рук кожуру банана. Его голодный ребенок съел за считанные секунды. Рассказывает, два дня назад мама ушла за хлебом и не вернулась. В квартире были только сахар и небольшой кусок масла. Но на маму Даша не злится. Даже стишок ей готова прочесть, лишь бы пришла поскорее. Мама, это слово любовью, мол, солнце загрите. Глибся от моря, теплеше от лета. Связаться с мамой полицейским не удалось. Не брала трубку. Нашли старшую сестру. 15-летняя Александра живет у бабушки. А маме рассказывает неохотно. Она не пьет уже давно. Может, когда-то курила траву, а так пока сиореты курит. А вот соседи уверяют, семья неблагополучная. Ирину не раз видели то ли под действием наркотиков, то ли выпившей. Об этом сообщали в соцслужбы, но безрезультатно. Неоднократно поступали жалобы и в органы, и в соцопеке. В соцопеке, я вчера слышал, это все отрицают и так далее. Но, тем не менее, все равно пришло к тому, что должно было случиться. Дашу после медосмотра отправили в детдом младших Максима и Кристину в детскую больницу. Но проведать малышей так же сложно, как и попасть в запертую квартиру. Врачи сперва потребовали разрешения от мамы, а потом и вовсе нам заявили. Детей в больнице нет. Возьми, пожалуйста, и ты порызаешь. Ну, когда я буду брать, если им так и даем. Мать полицейские нашли сегодня утром, уже в пустой квартире. Та объяснила, два дня ходила по родственникам просить денег. Узнав, где дети, засобиралась в больницу. Приехала милиция дома. Сейчас я, когда выйду, пойду домой, возьму вещи все. Выходь бы я ходила. Но похоже, что увидит своих чад Ирина не скоро. Женщину задержали и уже предъявили подозрение по статье. Оставление детей в опасности. Это грозит ей лишением родительских прав и двумя годами тюрьмы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Без труда поймать рыбку из пруда все-таки можно. Пока активисты пытаются предотвратить массовый мор рыбы в обледеневших водоемах, исчезновению рыб способствуют сами рыбаки. Продолжит Данил Смисар. 25 килограммов за полчаса. Столько рыбы на озере Жандарко выловил один из местных рыбаков. На горячем его поймали рыбный патруль и полицейские. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Ведь по закону за один раз можно выловить не более трех килограммов рыбы. Несколько дней назад сотрудники рыбинспекции прорубили около десятка лунок в замерзшем озере. Подо льдом рыба задыхалась и могла погибнуть, говорят активисты. Упал ниже критического уровня кислород. Таким образом рыба поднимается вверх, ищет отверстия во льду. Этим пользуются недобросовестные рыбаки, которые вместо того, чтобы оказать помощь, занимаются просто выловом рыбы. Рыбу на озере можно поймать без особых усилий. С помощью сачка или вообще голыми руками. Крупные толстолобики плавают почти на поверхности. Но на рыбаков, которые так добывают свои трофеи, управы нет, говорят патрульные. К сожалению, законодательно нарушений не усматривается. Это чисто морально-этическая сторона каждого рыбака. Сами же рыбаки уверяют, они буквально спасают рыбу. Она задохнется в этой лунке. Я думаю, как только мы уйдем, все продолжится, к сожалению. Всего за сутки из этого озера выловили полтонны рыбы. В рыбинспекции опасаются, что с такими темпами популяция рыб здесь просто исчезнет. Даниил Снисор, Василий Миновчаков. Подробности телеканал Интер. Очередная засада на львовский мусор. В Яворовском районе активисты тормозят фуры с отходами из Львова и заворачивают обратно. По их данным, мусор тайно свозят на районный полигон. Подробнее мои коллеги. Трасса Львов-Краковец съест на свалку Яворовского района. Того самого, где Львову две недели назад выделили участок земли под новый полигон для отходов и мусороперерабатывающий завод. На обочине огромный блокпост. Местные активисты разбили военную палатку, установили шлагбаум и знак «Стоп». Говорят, завода еще нет, а львовский мусор сюда везут уже вовсю. Активисты стоят уже неделю, разворачивая только львовские мусоровозы. Остальным машинам зеленый свет. Беспрепятственно проезжают и мусоровозы Яворовского района. Но только четыре машины с отходами в день. Мол, весь район не может произвести больше мусора. Активисты фиксируют это в учетной книге. Это не прихоть. Львовские активисты заявляют, отходы из города все равно попадают на маленькие полигоны в области. Вот по какой схеме. Фирмы-переездники смятя из районов заключают такие негласные договоры с Львовом. Приезжают, забирают смятя и вывозят его до себя на маленькие свои районные смятезвалищи. Кажут, что это Яворовское, Желтовское смятя или Сокальское. Но, на жаль, что это не только их смятя, а это в большинстве везет с таким образом наши граные пахнущие львовские смятя. Мерии только разводят руками. Мол, сделки с полигонами заключают перевозчики самостоятельно. Там, где принимают, туда и возим. Место остается в блокаде, в смятевой блокаде. Перевозчики выпускают информацию, что договоры были подписаны. Приезжают, и руководители полигонов отможают продолжать спецпорацию. Ничего не объясняют. Яворовские активисты предупреждают, их не обманешь. И на посту будут стоять, пока львовские власти не построят мусороперерабатывающий комплекс. До тех пор складировать отходы Львова на территории района не позволят. Ольга Иванченко, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львовская область. Рекордную партию контрабандных сигарет обнаружили этой ночью сотрудники СБУ и налоговой милиции неподалеку от Черновцов. Они остановили микроавтобус, который ехал из соседней области. Машину сопровождали двое мужчин. Во время обыска правоохранители обнаружили 75 тысяч пачек сигарет. Их приблизительная стоимость около 2 миллионов гривен. Известно, что контрабандисты пользовались услугами одной из служб курьерской доставки. А свой товар планировали переправить в страны Евросоюза. В Китае решили брать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну иностранцев в возрасте от 14 до 70 лет. За исключением дипломатов. Такую процедуру уже запустили в международном аэропорту Женчжэнь. А до конца года она будет действовать во всех пунктах пересечения границы. Подобные меры власти Китая обосновали позитивным опытом других государств, где такая система давно работает. Сотни нелегальных мигрантов задержали в шести американских штатах. В департаменте внутренней безопасности уверяют, что провели рутинные проверки и рейды. Но местная пресса связывает эти задержания с миграционным указом Трампа. Сам президент США на следующей неделе пообещал подписать новый документ взамен того, который заблокировал суд. С аналогичным запретом въезжать в шаг к гражданам семи мусульманских стран. Имя как бренд Иванка Трамп несет огромные убытки. И все из-за недовольства американцев ее отцом. Почему крупнейшие супермаркеты страны убирают с полок вещи под брендом президентской дочери, разбирался Дмитрий Анопченко. Казалось бы, это ее звездный час. Красивая, уверенная в себе. Иванка Трамп теперь и на обложках, и в теленовостях. Впервые после выборов в стране появилась не первая леди Америки, а первая дочь страны. Но оказалось, что в политике все по-другому. Чем больше споров о ее отце, тем больше убытков. Под брендом Иванка Трамп и бижутерию, и одежду, и обувь, и даже сумки выпускают. Все это считалось отличной покупкой или прекрасным подарком парня-девушке, скажем, на 14 февраля. Все были уверены, уж сейчас-то, когда громкая фамилия на слуху, эти коллекции просто разлетятся. Но вышло наоборот. Модницы опасаются, что подруги из тех, что за Клинтон были, засмеют или, хуже того, общаться перестанут. Вот ничего и не покупают. Пусть даже коллекции раньше им нравились. А затем вещи с брендом Иванка и вовсе стали убирать с пола к Нордстрамм. Крупнейшая в Штатах сеть универмагов полностью отказалась от продаж. Формально сказали, спрос низкий. Но пресса раскопала электронку, которую прислали всем сотрудникам. Мол, сделано это в связи с эмиграционным указом Трампа. Его самого не достать, так хотя бы дочь накажут. А затем, как снежный ком, продавать вещи Иванке Трамп отказались. И сеть люксовых универмагов Нейман Маркус, и даже скидочные магазинчики Ти Джей Макс. Узнав об этом о дочери, Дональд Трамп распереживался. Настолько, что даже у себя в Твиттере, где обычно сообщает о важных политических решениях, теперь написал, с Иванкой поступили нечестно. Высказался как отец, а не как президент. Мол, она и человек прекрасный, и обошлись с ней нечестно. Затем его ключевая советница в эфире утреннего шоу заявила, в знак поддержки призывает всех покупать вещи этой марки. Я вот ненавижу шоппинг, но куплю прямо сегодня же. В итоге скандал разгорелся нешуточный. Дескать, это конфликт интересов. Не могут госчиновники так поступать, защищая семейный бизнес. Пресс-секретарю Белого дома даже оправдываться пришлось. Те, кто обеспокоен его политикой, нападают и на членов семьи. И президент, как отец, имеет полное право вступиться за детей. Этот скандал продолжается целую неделю. Вот сейчас, к субботе, можно подвести первые итоги. Дело в том, что в январе продажи у Иванки Трамп и без того сократились на 30%. Но лишь эта неделя ударила по бизнесу еще больше. Из-за того, что поднялся грандиозный шум, а ее товары стали выносить с полок магазинов. Вот и выходит так, что по иронии судьбы, вмешательство влиятельного отца только помешало. Ведь новые магазины теперь побаиваются подписывать с Иванкой Трамп контракты. Думают о том, что если и у них бизнес не заладится, не станут ли они объектом критики самого президента Соединенных Штатов. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Премьер-министр Польши попала в больницу после ДТП. Автомобиль, в котором находилась Беата Шидла, врезался в дерево после того, как его подрезал Фиат. Также пострадали еще несколько машин-кортежа. Премьер серьезных травм не получила, но некоторое время проведет в клинике. Кроме Беаты Шидла, госпитализированы ее водители и двое агентов безопасности. Почему китайцы бьют своего бога? Как потерялось раритетное свадебное платье? И с какой страной перепутал свою родину высокопоставленный литовский чиновник? Смотрите в нашем обзоре. Почти 100 китов спасли в Новой Зеландии. Животные всей стаи выбрасывались на берег бухты Голден Бэй. 300 китов не дожили до прибытия помощи. Сотрудники Департамента охраны природы и волонтеры заносили животных обратно в море. Нельзя точно установить, что заставляет китов выбрасываться на берег. Одна из версий – желание помочь сородичу, оказавшемуся на мелководье. В китайской деревне Юйси перед известным фестивалем фонарей молятся Будде о хорошем урожае. Но делают это весьма необычно. Бьют статую бога длинными бамбуковыми палками. Каменную фигуру носят вокруг реки на деревянных носилках четверо мужчин-вегетарианцев. Она, по мнению китайцев, спасет от засухи и наводнения. В народе верят, Будда, спрятанный в статуе, любит убегать. Поэтому и бьют его, чтобы он снова куда-то не удрал. В школах Англии появятся уроки кибербезопасности. Так правительство страны хочет найти потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак. На проект выделяют почти 25 миллионов долларов. В программе примут участие около 6 тысяч детей в возрасте от 14 лет. Самых перспективных учеников будут устраивать в университеты и обеспечивать работой в сфере кибербезопасности. В Шотландии в химчистке потеряли старинное свадебное платье. Наряду около 150 лет. Химчистка, куда Тесс Ньюэлл отдала платье после свадьбы, обанкротилась и ее закрыли. И теперь его судьба неизвестна. Девушка и ее родственники очень расстроены потерей, ведь платье сохранялось в их семье с 1870 года. Ньюэлл собирается обратиться в полицию и надеется, что платье скоро найдут. В рекламной кампании о Литве ошибочно показали изображения других стран. Некоторые из фотографий с подписями о Литве и слоганом кампании «Настоящее – это прекрасное» на самом деле сделаны в Финляндии и Словакии. После такого конфуза глава туристического департамента Юргита Козлаускиня подала в отставку. Некоторые журналисты в защиту писали, что иностранные фото прекрасно передают эмоции. Но их, как и всю рекламную кампанию, высмеяли в соцсетях. Наш эфир заканчивается. Не пропустите завтра в 20.00. Подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем пойдет речь. Неделя политического сурка. Вялый старт парламентской сессии. Планируют ли депутаты выходить из анабиоза? Князев в правоохранительном царстве. Какое наследство досталось главе нацполиции? И когда ждать реформы от генерала? Жили скромно? Живите еще скромнее. Кабмин урезает субсидии. На чем еще придется экономить украинцам? Пенсионная дань МВФ О какой реформе заговорили в правительстве? Кто от нее выиграет, а кто проиграет? Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Больше новостей на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Приятного вам субботнего вечера. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова